Всем огромный-преогромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. Что-то сегодня Сафарик не выпустил видеоролик, и Уралки не слышно, не видно. Вроде говорила, выздоровела уже, а тут что-то тишина. Ну, Сафарик, понятно, сегодня у нас получается 5 число, и там у них година. Поэтому, ну, когда ему снимать, когда ему выкладывать? Хотя мог бы снять вчера и выложить заранее. Ну, ладно, может быть, еще выпустит, не знаю. Ребят, и мне в ленте попался видеоролик. Что-то попадаются в последнее время видеоролики с мясом уральским. Наверное, что пишем в комментах. Ну, вообще-то, может, и не из-за этого. Может, просто что Уралку часто смотрю, и лента у меня одной Уралкой и наполнена. И попался мне видеоролик «День на даче жарим шашлыки». Этот видеоролик выпущен был в 21-м году, 29-го мая. То бишь, это видеоролик полтора года назад. Ну, Уралка еще совсем не такая. И, значит, там она на даче здоровается, кстати, тоже без сафарика. С вами Ольга говорит, да. Рассказывает, что она на даче и покажет покупочки. Потому что они там, ну, собрались, да, ночевать. Сафарик на работе. И показывает закупку, ну, якобы на ночевку. Они же тогда не жили еще на даче, да. Когда это лето и весну с чуть-чуть-чуть-чуть осенью они там проживали. А тогда они туда ездили. И сафарик после работы, походу, туда приезжал. Работал еще после работы там на даче. Раньше, да, работал. И на даче работал. А теперь все, все. Работать не надо. Можно сидеть под юбкой уральской. И, значит, показывает она там покупочки, ребята. А сколько она там набрала всякой фигни. И какие-то там кексы. И сосиски. И мясо она купила, значит, себе купила крылышки, чтобы сделать шашлык, замариновать. У сафарика там два кусища говядины. Уралочка говорит, не люблю говядину. Она жесткая. Но сафарик будет говядину. А уралочка, значит, крылышки. Короче, там еды целый стол. Это только на одну ночевку. Ну, чего удивляться. Мы знаем, что парочка это имеет хороший аппетит. Они кушают, да, плотненько так. Чересчур даже плотненько. И, значит, дальше показывает она всякие там добавки, прибавки. Короче, химию, сплошную химию, которой она заливает свою дачу. Ну, и, значит, дошло дело до удобрения. Ну, и она якобы показывает это. И говорит, говно типа замочено. А потом исправилась, что навоз. Уралочка, у вас же все просто. Молодец. Правильно сказала. Говно замочено, да. Говно, ну и в Африке говно. У вас же все просто. Все просто у вас, вы же сами говорите. Поэтому, что такого? Говно. Все правильно. Дальше сказала, что пойдет сейчас она туда на огород. Будет что-то делать. Будет работать. Ну, как всегда и тогда. Показала цветочки. И что-то как-то работать она не спешила. Опять повторила, что будут они с Сафариком там ночевать. И принялась за мяско. Да, мариновать мяско, чтобы пожарить шашлык. Вот я, ребят, не помню видеороликов, чтобы они там на даче что-то не поедали. Такими приличными порциями и не жарили мясо. И якобы Уралочка говорит, что Сафарик мясо не очень-то любит, да. Ну, потому что это дело касалось, да, плова у мамы. Где там всего лишь на всю семью было 4 кусочка мяса. Вспомнила Буратино, да. И 3 корочки хлеба. Так и здесь. И 4 кусочка мяса на огромное семейство. Значит, но у Уралочки не было 4 кусочка мяса. Мясо там было, ой-ой-ой. И крылышек тоже. И это, по-моему, самое главное для Уралочки, что есть на даче. Замариновала мясо в контейнер с крышечкой. И когда говорила, да, про мясо, то что и тут и крылышки, и мясо, и специи, и лук. И даже для супа какой-то приправы насыпала. Потому что, ну, ничего под рукой не оказалось, да. И такая счастливая, ребят, такая счастливая, когда она готовит. Вот, да, видеоролику полтора года. А счастье просто не подшатый край. Честное слово, ребят. И вот уже тогда она радовалась при виде мяса, при виде еды. Что говорить сейчас? Ну, у человека пищевая просто зависимость, да. Зависимость от еды. И она не может. Вот это для неё и есть счастье. Как я говорю, у Вредины, которую я обозреваю на своём дополнительном канале. Там зависимость от игрушек. Всё. Человек провалился в детство. Игрушки, игрушки, игрушки. Сорокалетняя баба скупает игрушки, мотивируя, что дочки. А у дочки уже скоро не пройти в комнату будет от того, что завалено всё игрушками. Так у этой с едой. Ну, видите, разное бывает. Ну, а дальше пошла снимать, ребят, теплицу. И говорит, посмотрите, какие перчики. Я только сегодня их увидела. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Работница. Вот вам и работница. Только сегодня увидела перчики. А сколько она не была на даче? Ну, видимо, тогда ездили не каждый день, да. Но всё равно. Только сегодня увидела. Она так сообщила, как будто она вообще неделю не видела. Как будто она их туда не высаживала. Дальше показывает огурчики. Говорит, прорыхлила, прополола. Говорит, у соседей уже есть, а у них ещё такие маленькие. И вы заметили, что Уралочка даже полтора года тому назад всё время говорила про соседей, да. И сейчас, да, этим летом она тоже всё время говорила про соседей. То есть она хочет перепрыгнуть с соседей. Постоянно вспоминает. Вот те уже сделали, а они нет. Вот опять же, у них огурцы уже выросли. А у этой ещё такие маленькие. Поэтому, по ходу, она искупала все эти удобрения, поливания, короче, эту всю химию, чтобы, наверное, перескочить через соседку. Дальше явился Сафарик. Уралочка ему похвалилась, что купила от муравьёв. И так Сафарик заговорил. Завтра вам хана. И я сразу вспомнила, что он этим летом тоже гонял мурашей с цветов. Думаю, вот забава ему, да, мураши бить, да, чтобы умирали, чтобы им хана была. Точно так же, как и в видео, которое было в этом году. Там у них муравьи ползали по пионам, да. И там он тоже их гонял. Короче, лучший гонятель мурашек. Ну и, значит, Олюшка, как всегда, показывала огород, да, и потом шашлычки. Два шампура этих вот плотно прям насаженных крыльев и четыре мяса. Вот вам совсем чуть-чуть. Вот вам Сафарик не любит мясо, да. Четыре плотно-плотно говядины, да. И это Сафарик, который не любит мясо. Там кусочков, ну, точно, может, с тридцать, если не больше. И тот, который, ну, ценит плов, а не мясо. Главное, пахнет мясом. Плов же без мяса, да, вкуснее. Ой, ребят, не знаю. Но вот вспоминаю их видеоролики старинные. Вот эти вот с 22-го года, где они едят мясо, готовят мясо. И будут говорить, да, что Сафар мясо не очень любит есть. Он у нас не очень любит есть и колбасу, да. И сосиски он тоже не ест, и сардельки он тоже не ест. Вот только помнится, как на ярмарке Уралочка всё скупала и приговаривала, что это всё Сафарику. Ну, потому что, помните, что ей постоянно же твердили, зачем столько есть колбасы, зачем столько есть сосисок, сарделек, да. Поэтому приходилось всё списывать на Сафара. Ну, ещё полтора года тому назад, знаете, они так не отмазывались. Она ела, что хотела, кушала, никого не слушала. А потом уже после поберушничества уже, знаете, начала так прибедняться, что она ту не ест, ту не ест, водички попила. И на этом всё, значит, водичкой была сыта. Ну, как ели, этот шашлык не показали. Сколько там Сафар умял, мы не увидели. Уралочка попрощалась и только сказала, что она сидит ещё у мангала, и угля мало, поэтому вот они, получается, долго жарятся. Вот, ребят, как-то так. Вот вам и Сафари, которые не любят мясо. Вот вам Уралочка, которая не сидит на диете, но закупает огромные порции еды на одну ночь ночёвки, да. На даче. Поэтому, ну, я всё понимаю. Я всё понимаю относительно мамы Сафара, относительно семьи в Таджикистане, что они экономят, они привыкли так готовить, потому что доход маленький, семья большая, и здесь осуждения нет именно им. А вот Сафарик мог бы и помочь своей семье, и своим родным, и мясом, и деньгами, и продуктами. А то, получается, да, говорят, что сына прям с золотого воспитали родители. В каком месте то золото, сама не знаю. В общем, ребятушки, заканчиваю. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Но я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Обнимаю вас всех. Пока-пока.